Я подумала, что начать уроки по тайм-менеджменту имеет смысл самого главного, самого главного и необходимого для понимания, что время граничен. Причем, вы знаете, я заметила, что многие люди живут так, словно они с одной стороны это знают, а с другой стороны им на это глубоко наплевать. Ну, серьезно. Ведь когда ты рассчитываешь маршрут дня, когда ты решаешь, сколько времени тебе надо, чтобы добраться с одной части города в другую часть города, ты считаешь это время, ты считаешь его минутами, иногда часами, к сожалению, иногда ты ошибаешься, но тем не менее ты просчитываешь это. Но почему мы не просчитываем свои маршруты в течение дня как маршруты задач? Потому что есть откуда-то странная такая идея, что время безграничное, что у тебя его огромное количество. Наверное, это связано с тем, что мы каждый день получаем 24 часа заново, независимо от того, как ты провел их вчера. Но это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это нас развращает. Мы начинаем ко времени относиться так, словно нам его вернут. И хорошо это или не плохо, я не буду оценивать, потому что я точно понимаю, что кого-то сейчас это расстроит. А кто-то скажет, о, классненько, так я могу завтра исправить все то, что я натворил сегодня. Вот с этой точки зрения подходить, наверное, было бы более правильно. Да, ты завтра можешь исправить то, что я натворил сегодня. Но первое, что я хочу, чтобы вы начали делать, это тайм-калькуляция. Подсчет времени, подсчет времени, подсчет времени. Да, это немножко похоже на бухгалтерию, но вы знаете, есть правило. Ты начинаешь получать больше того, на что ты направляешь внимание. Если я буду направлять внимание на то, как все плохо, на то, что происходит не так, я в этом просто утону, понимаешь? Я утону в этом, потому что я найду огромное количество подтверждений тому, как все плохо. Если я начну искать, что хорошего, я тоже могу найти. Будет ли мне легко найти хорошее по сравнению с плохим? Не знаю, все зависит от того, какие у меня мозги. Потому что если мои мозги заточены изначально на поиск хорошего, то оно будет постоянно вокруг меня крутиться. А если мои мозги заточены изначально на поиск плохого, то мне будет очень сложно найти хорошее. Поэтому в тайм-менеджменте важное, приважное, приважное умение – это умение смотреть на свое время, смотреть на него, понимать его, осознавать его таким, каким оно на самом деле у нас существует. А существует оно в формате 60, 24, 7. Дальше уже можно пошло играть как-то так, там, 31, 30, 365, 36, это ерунда. То есть это просто уже накопилось. Но у нас есть базовые форматы 60, 24 и 7. И вот в рамках этих базовых форматов тебе необходимо понимать, вот твой бюджет времени, вот так ты с ним обращаешься, вот это пошло сюда, вот это пошло сюда. И это на самом деле становится интересной игрой. Я знаю, что многим это сложно. Есть люди, для которых это просто ужасно. Они говорят, боже, как же я могу все это считать. Я не знаю, как ты будешь все это считать. Я могу сказать только одно. Если ты на самом деле хочешь навести в порядок в своей жизни, ты найдешь, как это посчитать. Если тебе хочется пококетничать с самим собой, а потом с окружающим, потому что начинают мы кокетничать всегда сами с собой, а потом уже с другими людьми. Если хочется пококетничать, не вопрос, кокетничай на здоровье. Но это тебе не поможет. И остаться у разбитого корыта легко и просто. И таких людей огромное количество. Но ты просто выбираешь, ты или к умным, или к красивым. Потому что мне очень жаль, но и туда, и туда не получится.